Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придется делать то, что никогда не делали. Но это не про бойцов, ведь для того, чтобы заиметь чемпионский пояс, которого никогда не было, нужно в ринге делать то, что делаешь каждый день на тренировках. Приветствую вас, мощнолапые воробушки, с вами Федорович. В истории бокса было очень много ярких, феноменальных и исторических нокаутов, на часть из которых мы с вами и полюбуемся. Бывают простые люди, которые протирают корону всего раз в день, а бывают отличные боксеры, которые нокаутируют в каждом бою. Когда 3 октября 2015 года в ринг вышел аргентинец Лукас Матисе, который из 39 своих побед 36 одержал нокаутом, все думали, что он продолжит свой фантастический рекорд. Ведь напротив него стоял мало знакомый в Америке и не особо популярный украинец Виктор Постал. Но все получилось не так, как хотелось одним, а так, как хотелось другим. Идеал жениха для многих женщин – это принц с наивностью коня. А идеал соперника для многих бойцов – это легенда, которая ею была 20 лет назад. 21 мая 2011 года весь мир со слезами на глазах смотрел на то, как величайший Рой Джонс, который в свои 42 года вместо того, чтобы садить картошку на даче и любоваться прибоем океана, решил заработать деньжат и дал навешать себе люлей Денису Лебедеву. После чего миллионы фанов ушли в запой. Обязательно общайтесь с теми, кто лучше вас. Будете чувствовать себя говном, но расти. Так же и бойцам. Нужно тренироваться и драться с теми, кто лучше, несмотря на то, что частенько это заканчивается печально. Именно так и произошло, когда Уильямс решил испытать свои силы с более мощным, габаритным и длинноруким нигерийцем Самуэлем Питерсоном. Но если Уильямсу в этом бою не повезло, то фанам точно подфартило увидеть отличный нокаут. Научно доказанный факт, что на работе до обеда хочется есть, а после обеда спать. И целый день преследует чувство, что пора домой. А вот для боксера неоспоримый факт заключается в том, что если противник победил один раз, он может это повторить. Поэтому не стоит лезть на рожон. Хотя таким дерзким трэш-токером, как Дарек Чесора, этого не объяснишь. Именно поэтому в своем реванше 22 декабря 2018 года против Дилана Уайта получилось то, что вышло. Если чувствуешь, что сдаешься, вспомни, ради чего ты до сих пор держался. Хотя иногда возможности вспомнить нет, особенно когда лежишь мордой в конвасе. Уже прошло 15 лет с того момента, который до сих пор помнят все фаны бокса. Когда непобедимый и невероятно талантливый Рикки Хаттон, имея за плечами 43 победы без поражений, встретился с легендарным Флойдом Мейвезером, похоронив тем самым свой беспроигрышный рекорд. Знать путь, по которому нужно идти и пройти этот путь, это совсем разные вещи. Но великий Ленокс Льюис свой путь и знал, и прошел. Многие эксперты согласились с тем, что победив 31 октября 1992 года Донована Раддека, Ленокс начал новую эру тяжелого веса, которую по-левиному возглавил. Ведь он выходил на этот бой как андердог против бойца, который был первым номером в рейтинге. Но британский Лев в очередной раз доказал, что цифры цифрами, мнение экспертов это хорошо, но все решают кулаки в ринге. Работа в большой компании – это когда 3 года здороваешься с человеком, но так и не знаешь, как его зовут. А бой в ринге – это когда ты можешь нокаутировать красивенным нокаутом, независимо от того, как зовут соперника. Именно это и сделал Стивен Смит в бою против Бакли с великолепным апперкотом. Есть много вещей, о которых стоит подумать, чтобы изменить свою жизнь. Так зачем же думать о том, чего изменить уже нельзя? Но когда ты непобедимый боксер, который выходит на бой фаворитом, а потом проигрываешь малоизвестному андердогу, да еще и нокаутом, можно полжизни думать о том, что нужно было сделать по-другому. Именно так и случилось в апсете 2007 года, когда Туниев встретился с Щиньей. Давно известно, что в любой компании на предприятии 85% работы делает 15% людей. Но недавно выяснилось, что 85% людей уверены в том, что именно они входят в эти самые 15%. Так же и с бойцами. Каждый уверен, что он лучший и должен входить в элиту. 19 июня 1936 года действительно великий, но тогда еще молодой Джо Луис, имеющий 24 победы и ни одного поражения, вышел в ринг против крепкого Макса Шмеллинга, абсолютно уверенным в своей победе. Но как оказалось, в 12 раунде этот бой стал огромным разочарованием для всех фанам и невероятным успехом для немца. Ты — это то, что ты делаешь. Ты — это только твой выбор. То, во что ты себя превратишь, зависит только от тебя. Эта истина известна всем бойцам, особенно великим. Когда 17 ноября 2001 года Дон Кинг организовал один из самых ожидаемых реваншей в боксе между Хасимом Рахманом и Леноксом Льюисом, все были в восторге и нетерпении. Поражение Ленокса в первом бою для многих было шоком, поэтому они ожидали мести, и они ее дождались. Хороший руководитель означает не мешать хорошим людям хорошо работать, а боец, который хорошо тренируется, показывает хорошие бои и хорошие нокауты. Что и случилось 17 мая 2016 года, когда Гассиев прекрасным коротким левым хуком отправил в глубочайший нокаут непобедимого до этого Джордана Шимола. Кем бы ты ни был сейчас, будь лучше завтра. Именно такой девиз у каждого бойца, особенно если он действительно лучший, такой, каким был Томми Моррисон. У Белого Тайсона было много быстрых и фантастических нокаутов. Он считался обладателем сильнейшего левого хука. Но 17 октября 1989 года в бою против Гарри Террела он показал, что может отправить в быстрый нокаут и правой рукой, причем дважды. Настоящий воин никогда не бросает начатое, как и настоящий боец. Именно тот, кто продолжает, когда другие останавливаются, достигает невозможного. Именно таким был Майки Гарсия, когда 28 января 2018 года встретился в ринге с Дэйаном Златичанином, чтобы оспорить пояс чемпиона в легком весе по версии WBC. Если работать как лошадь, то хватит на овес, ну может еще и на кусочек соли. А если пахать как лошадь в зале, то может хватить силы побороться за чемпионство. Но это не точно. Ведь Рою Джонсу в бою против Глэна Джонсона 25 сентября 2004 года этих самых сил в бою за пояс IBF не хватило. Зато Глэн показал отличный бой и великолепный нокаут. Когда ты на самой-самой вершине, у тебя есть только один путь – вниз. Именно так и произошло с Джеймсом Дугласом, когда 25 октября 1990 года он встретился с Эвандером Холифилдом в надежде защитить свои чемпионские пояса, которых было аж три. Но правый кросс от Холифилда решил иначе. Таким образом, сидящий на вершине упал, а карабкающийся на нее взошел. И Эвандер впервые стал чемпионом. Если хотите изменить свою жизнь, действуйте, а не ищите причины и оправдания. Именно так поступают настоящие бойцы, как эти два тигра. 27 июня 1988 года два непобедимых чемпиона – Майк Тайсон, у которого было 34 победы, и Майкл Спинкс, у которого была 31 победа, сразились за четыре чемпионских пояса. Вернее, Спинкс хотел забрать у Тайсона три из них, а Железяка просто захотел повесить еще один пояс в очередной новый дом. По итогу всего через 91 секунду зрители в шоке смотрели на лежащего Спинкса и считали потраченные на билет деньги. Цепь прочна настолько, насколько прочна ее самое слабое звено, а боксер крепок настолько, насколько крепка его челюсть. А челюсть непобедимого и легендарного Джо Кальзагия была стальной. Когда 28 июня 2003 года он вышел в ринг против Байрона Митчелла на свою 13-ю защиту пояса, он уже имел за плечами 36 побед без единого поражения. Но в этом бою он впервые ощутил то, что ощущали все его предыдущие соперники – нокдаун. Хотя это его не сломало, а дало еще больше злости, чтобы наказать наглеца претендента. Есть два способа командовать женой, но пока их никто не узнал. Также был способ остановить Маклеллана в расцвете сил, но его тоже никто так и не узнал. Хотя 5 августа 1993 года Джулиан Джексон очень хотел это сделать, ведь он в пятый раз защищал свой драгоценный пояс, который прикрывал его кубища пресса. Но в этот вечер, в принципе, как и во все предыдущие, Джеральд Маклеллан был великолепен и отправил Джексона в нокаут года по версии журнала «Ринг». Уже в пятом раунде. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой нокаут в истории бокса больше всего запомнили вы. Ну или можете вспомнить свой. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok